На портал XGET приходят вопросы, и мы пытаемся на них ответить. Подскажите лучшее средство от духа противоречия. Ну что ж, дух противоречия, замечательно сформулирован вопрос, дух противоречия, естественно, совершенно другой, чем дух противоречия в науке, или даже дух противоречия в науке нет, там есть просто противоречия, а дух противоречия именно в нашей сфере, в сфере духовной, это тоже, в общем-то, является отчасти греховным событием. Человек начинает предлагать другому человеку или даже самому Богу те обстоятельства, которые, скажем так, аннулируют утверждение этого человека в его духовной сфере. Естественно, мы будем рассматривать только это, потому что нам интересен только именно этот аспект. В науке дух противоречия может сподвигать человека к новым открытиям или к развитию науки и так далее. А вот в духовной сфере дух противоречия, он отчасти опасен. В этом плане я хотел бы вспомнить рассказ отца Олега Стеняева о том, как они с убиенным отцом Даниилом Сысоевым могли рассматривать какой-либо богословский вопрос. И этот богословский вопрос мог быть рассмотрен на протяжении месяцев, а иногда даже годов. То есть, они задавали какую-то тему, кто-то из них интересующий вопрос, и вот они начинали обсуждать, когда-то спорить, приводить мнение других отцов, возвращаться к этому вопросу спустя неделю, месяц и так далее, когда кто-то что-то находил. Но, казалось бы, противоречия друг другу в каких-то вопросах, они всё равно всегда сходились к единому мнению, они искали это мнение. И вот это противоречие, можно так сказать, со знаком плюс, оно является, наверное, позитивным и положительным в жизни человека, когда он рассматривает тот или иной вопрос, а не личность, которой он противоречит. Дух противоречия со знаком минус, а мы понимаем, что всякие наши эмоциональные составляющие, они рождаются именно в душе, в душевной сфере, и всё, что рождается в душевной сфере, оно может служить как на благо Бога, так, в общем-то, и против Бога, то есть на благо лукавого. Допустим, гордость может быть божественная гордость, может быть греховная гордость, точно так же и дух противоречия. Он может быть созидательным, когда мы рассматриваем вопрос, и может быть отрицательным, когда мы противоречим не вопросу, а через вопрос противоречим личности. Мы настолько принимаем эту личность, что мы начинаем ей, скажем так, в любом вопросе не просто подвергать сомнению, а начинаем противоречить. Вот это является греховным состоянием, и, естественно, от духа противоречия должно быть обязательно какое-то средство. В духовном плане, естественно, мы должны быть жадными людьми и всё отправлять на созидание своей духовной жизни. И вот эта жадность должна нас привести к тому, чтобы мы могли с вами, дорогие братья и сестры, стяжать в себе такое состояние, когда бы своими вопросами, не противоречивая человеку, но задавая ему вопрос, уточняющий по тому или иному обстоятельству, мы могли бы с вами обогатиться, а не загнать его в угол. Лучшее средство от духа противоречия, если это, естественно, греховное состояние в человеке, увидеть в другом человеке образ и подобие Божие, увидеть в другом человеке человека, который может ошибаться и может быть правым, увидеть человека, которого нельзя оскорбить, потому что он тоже является чадом и творением Божиим. Приводя себе на память, что каждый из нас создан по образу и подобию Божию, что за каждого из нас Господь зашёл на крест и пролил свою кровь, а мы, как говорит апостол Павел, куплены дорогой ценой крови Господа нашего Иисуса Христа, и мы уже не свои, то есть злословие или противоречие другому собрату, другому человеку, тем самым мы злословим собственность самого Бога, а собственность самого Бога, естественно, через неё передаётся злословие и противоречие самому Господу нашему Иисусу Христу. Давайте будем осторожны. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Продолжение следует...